Ну хорошо, мы остановились на концовке книги Иуды и Олеви. Чуть-чуть ее не дочитали. Сейчас мы ее дочитаем. После изложения, очень подробного изложения, в очередной раз концепции философов-аристотеликов, Хазарский царь это воспринял, мы помним, как это излагается. То есть Равин это излагает сначала как некую красоту такую, потом говорит о том, вот видишь, ты соблазнился этим, немного развенчивая, и говорит о том, что есть целый ряд положений философских, которые можно оспорить. То есть философия хороша, но она хороша до определенных пределов. То есть в рамках определенного рода наук и в рамках определенного рода знаний философия работает, и это неплохой инструмент, и все хорошо. Но дальше, то что касается некоторых разделов физики и метафизики, философия бессильна, и единственное, что остается для того, чтобы это все узнать, это Амр-Илайи, то есть логос божественный, а именно вот такая божественная инспирация, то есть пророчество. И вот это пророчество, кому оно дано, тот может знать те вещи, которые выходят за пределы человеческого разума. Это, собственно говоря, в очередной раз все та же самая идея, которая, как мы видим, лейтмотивом проходит через разные главы книги. Она начинается, собственно говоря, в самом ступлении, критика философии определенная, или, по крайней мере, скепсис по отношению к философии. А дальше, как мы видели в разных главах, это развивается, подчеркивается и обосновывается. Тем самым, еще раз повторю тезис, что главный оппонент Иудалеви в этой книге – это философ Аристотелий. И философию эту Иудалеви прекрасно знает. Ну, а после всего этого изложения Хазарский царь говорит о том, что, может быть, ты сообщишь мне основные пункты мнений тех, кто занимается основами веры и называются у караимов людьми науки Калам. Видите, здесь такое название этих теологов исламских через караимы, потому что именно караимы интересуются теологией, и они называют представителей Калама Каламом, якобы. Да, и вот Хазарский царь хочет выяснить их мнение, мнение тех, кто занимается основами веры. Ну, с другой стороны, мы прекрасно знаем, что, вообще-то говоря, те же самые основы мы встречаем и у Саади Гаона. Но Хазарский царь как будто бы не знает, что среди евреев тоже есть представители Калама, или те, кто занимается основами веры, и задает вопрос вот таким образом. На что ему отвечает Равин? В этом нет пользы, кроме уточнения положения Калама и помощи в том, о чем сказали мудрецы. Старайся изучать то, что поможет тебе ответить неверующему. То есть, кроме полемических каких-то моментов, то есть, кроме инструментов, позволяющих вести полемику, на самом деле, он говорит, ничего не дает уточнение положения Калама. Мы здесь видим в очередной раз то, что можно было бы назвать противопоставлением, о котором мы уже тоже говорили, противопоставление теологии и истории, или, можно сказать, историософии. То есть, на самом деле, для Иуды и Олеви важна история, а не теология. И поэтому Равин в самом начале книги, он начинает свое изложение с рассказов. Он не начинает с теологических положений, в отличие от христианина и мусульманина. И христиане, и мусульмане, они излагают некие теологические доктрины. То есть, те, что сложились в соответствующих школах, отцов церкви или Калама в отношении постулатов относительно единства, справедливости Бога и так далее. А Равин начал в самом начале именно с истории. И вот эта история для Иуда и Олеви, она является, как я тоже уже говорил, повторю еще раз, она является для него более важной, нежели теология, потому что она дает возможность прикоснуться к откровениям. То есть, история – это не что иное, как своеобразный инструмент прикосновения к прошлому, и поэтому она важна. А прошлое – это что? Прошлое – это откровение. Откровение – это как раз то сверхзнание или божественное знание, которое невозможно получить с помощью разума. И дальше он говорит, ведь совершенно ученые, как, например, пророки, лишь немногим может помочь кому-нибудь в методах изучения и не станет отвечать на вопросы, как это делают представители Калам. Эти Каламы действительно отвечают на вопросы, потому что они занимаются чем? Пропагандой религией, которые на людях до того блистают своими познаниями, что слушатель, пожалуй, предпочтет их совершенному ученому, представление которого непоколебимо. Видите, что Равин понимает, что есть разница между теологами и философами. Философами теологи блистают своими познаниями, и слушатель может соблазниться их речами и, может быть, даже предпочтет их совершенному ученому. Совершенный ученый – это философ, представление которого непоколебимо. То есть в некоторых областях философ действительно может предоставить непоколебимые представления, но это будет, как мы бы сегодня сказали, это будет гораздо скучнее. А теолог, пропагандист, он в каком-то смысле использует то, что было получено учеными для того, чтобы заниматься апологией религии. Субтитры создавал DimaTorzok